ПЛН представляет Главные новости недели Мнения и комментарии Эксклюзив и качественный анализ Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио ПЛН-ФМ Журналист, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко В эфире «Гонки по вертикали» Это последний выпуск программы Перед вступлением политического класса Псковской области В официальную избирательную кампанию Уже в четверг, первый день июня Региональный парламент, заслушав на сессии Отчет главы области Михаила Ведерникова Затем назначит главные выборы Губернаторские на единый день голосования 10 сентября Поскольку выборы будут проходить, скорее всего, в три дня С пятницы по воскресенье То сейчас можно запускать обратный отчет Сто дней до голосования Вот такая символическая отметка И повод посмотреть, с чем власть и оппозиция Вступают в эту кампанию Уже шестую по счету в новейшей истории Псковской области И тут надо сказать, что выборы 2023 года будут значительно отличаться от всех предыдущих кампаний Как тех, что состоялись в далекие 90-е и нулевые Так и от относительно недавних марафонов последнего десятилетия В том числе кампаний 2018 года Это, как говорится, две большие разницы И дело не только в новых правилах игры Использование технологии ДЭК и многодневном голосовании Никогда прежде мы не выбирали губернаторов В условиях проведения специальной военной операции И беспрецедентного обострения в отношениях России и коллективного Запада Это будет влиять на ход кампаний И это имеет значение Все на самом деле ближе, чем кому-то могло казаться Подтверждений тому все больше Сегодня СМИ сообщают о многочисленных дронах на территории столицы и Подмосковья А в субботу В результате атаки двух беспилотников «Камикадзе» и взрыва Было повреждено административное здание нефтепровода в Невельском районе О чем сообщил губернатор К счастью, пострадавших нет Окончательные выводы, видимо, прозвучат по итогам работы оперативной группы И думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме И в целом будем говорить о влиянии на ход процессов, СВО, отношении России и Запада А также других внешнеполитических факторов Что до вопросов нашей внутренней политики То на неделе получила развитие история с перестройкой работы администрации Великих Луг И посланным в Южную столицу десантом чиновников из правительства Псковской области Напомню, неделю назад мы рассказывали, что такое решение принял губернатор Михаил Ведерников Он пояснил, что откликаясь на многочисленные эмоциональные обращения великолучан С жалобами на грязные дворы и улицы Состояние дорог, слабое благоустройство и медленную реакцию администрации Принял решение отправить туда своих сотрудников Как я это называю, ЧОБР Чиновничий отряд быстрого реагирования Они на месте будут перестраивать работу администрации И я очень надеюсь, что руководство города Примет эту помощь и в кратчайшие сроки Сделает все необходимые выводы Потому что дальше останется только привлекать надзорные органы И исправлять ситуацию при содействии прокуратуры Понятно, что мало в таком случае никому не покажется Вот такой месседж послал губернатор Великие Луки Которые даже в условиях вертикали власти Не утратили относительной самостоятельности И особого уклада политической жизни Тем интереснее было наблюдать за реакцией великолучан Казалось, в этой нестандартной ситуации Руководство города, как тот витязь у камня Может пойти по одному из трех путей Первый – промолчать и принять решение губернатора как должное Второй – публично раскритиковать главу администрации города Андрея Беляева И все свалить на него, как это сейчас и принято Мол, что ж ты, сити-менеджер, плохо работаешь И позоришь нас перед губернатором Причем спешить делать оргвыводы было бы даже не обязательно Достаточно было бы взять под козырек, пожурить, пообещать исправиться Ну а третий путь – отправить оправдываться самого Беляева Вот такие варианты представлялись мне наиболее реалистичными Однако великолучане пошли другим, нестандартным путем Совершили смелый ход, выводы об обоснованности которого Можно будет делать только после того, как последует реакция области Если она последует Короче, глава города Николай Козловский принял все на себя Ответил лично Дал развернутый комментарий в рамках своего еженедельного обращения С одной стороны, он рассказал, что им дано поручение администрации города Создать все необходимые условия для работы сотрудников регионального правительства И признал, что да, в работе такой сложной сферы, как ЖКХ, есть определенные проблемы В том числе кадровые Город нуждается в специалистах высокого уровня подготовки С другой стороны, глава города напомнил, что прокуратура и так в ежедневном режиме Ведет надзор за муниципальными органами, включая администрацию города Еще он напомнил, что великие луки донор А денег городу не хватает и нужна финансовая помощь, а не только консультативная Напомнил он и о том, что в свое время в городе работало управление капстроительства Затем это подразделение было ликвидировано, а его функции передали в управление капстроительства Псковской области И самое интересное и неожиданное Обращение главы города в заявлении на тему ЖКХ к, можно сказать, библейскому сюжету Ветхозаветной книге Экклезиаста, а именно к словам царя Соломона О времени разбрасывать камни и времени собирать их Сегодня время не разбрасывать, а собирать камни Это выражение, как нельзя лучше, подходит в этой ситуации В то время, когда проходит специальная военная операция Особенно в приграничных регионах Действия всех уровней власти должны быть консолидированы На достижение позитивного результата Таким был ответ Николая Козловского На который откликнулись по-разному Члены команды главы города организованно выступили с поддержкой в соцсетях Его оппоненты там же продолжили разгонять тему, ой, что будет, что будет А лично меня больше всего впечатлило это неожиданное и многозначительное обращение к камням И тут, кстати говоря, вспоминаются давние рекламные ролики серии «Всемирная история. Банк Империал» про Тамерлана Кто постарше, тот наверняка помнит «Империал Тамерлана, 14 век Отправляясь в поход, приказал Тамерлан Каждому воину оставить у дороги камень И вырос курган И был огонь И была победа И возвращались они И поднимали камни свои Но остались камни» Вот такая история Точку не ставим Ждем ответа из Дома Советов После принятой великолучанами подачи Мяч на стороне областной власти Гонки по вертикали Возвращаясь к разговору о выборах 2023 года Следует отметить и еще одну их особенность Кажется, впервые к моменту старта официальной кампании Мы подходим, когда есть действующий губернатор И практически никого Если не считать ЛДПР с ее вероятным кандидатом Антоном Минаковым Который, кстати, на днях встретился с лидером партии Леонидом Слуцким То не видно никого То есть, определенно сказать, кто там будет участником И пойдет на покорение муниципального фильтра Достаточно сложно Фактически дал понять МЭПАС Лидер Псковских эсеров Олег Бричак Руководитель Псковского яблока Лев Шлозберг Это, если судить по его последним выступлениям Сейчас скорее про выборы в Турции Чем про губернаторскую кампанию в Пскове Есть коммунисты, которые собираются на выборы Но никак не могут согласовать в Москве Своего потенциального кандидата Александра Баева Не произошло этого и в минувшие выходные Перед пленумом ЦК В обкоме говорят, что просто кадровая комиссия Не успела рассмотреть псковский вопрос Из-за большого количества компаний в стране Так или иначе, пауза затягивается Ясности нет Разговоры о проблеме при согласовании Баева в Москве Только усиливаются и уже говорят О поиске другого кандидата Ожидаемо снова звучат фамилии Первого секретаря обкома Петра Алексеенко И регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева Который пять лет назад И представлял КПРФ на губернаторских выборах На его месте должен был быть я На этом все на сегодня Подробнее о событиях Общественно-политической жизни Псковской области Читайте на сайте ПЛН И в нашем телеграм-канале В эти дни мои коллеги рассказывают Например, о том, что в Псковской области Проходит международная научная конференция Москва-Третий Рим В которой участвуют многие ученые И общественники федерального уровня Особо отмечу приезд Крупного российского бизнесмена Общественно-политического деятеля Председателя совета директоров группы компаний Царьград Константина Малафеева Которого в масс-медиа иногда называют Финансистом русского мира Псковская лента новостей публикует прямую речь господина Малафеева И там же на сайте ПЛН Есть множество другой интересной и важной информации И, конечно, свежее обозрение Нашего штатного политического комментатора Господина Рейтингомера На верхних строчках рейтинга в этот раз Депутат Александр Козловский Который получил от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина Грамоту за вклад в развитие парламентаризма в России Давший содержательное интервью радио ПЛН-ФМ Вице-губернатор политрук правительства Александр Серовин И глава Пскова Борис Ёлкин Который на минувшей неделе Выступил с отчетом о работе администрации Получил поддержку депутатов городской думы И еще по традиции встречался с псковскими выпускниками А вот кто получил оценки со знаком минус Читайте на сайте ПЛН Будьте здоровы и помните Если вы не занимаетесь политикой Политика обязательно займется вами Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» С Александром Савенко Продолжение следует... Продолжение следует...